Ну, по поводу холодной войны, того проиграли ли мы в ней, тут нужно понимать, что, конечно, мы в ней не проиграли, просто мы сделали очень хитрый маневр, мы сбросили, во-первых, балласт в виде стран, которые больше являлись дотационными, чем выгодными и полезными нам, я говорю сейчас о странах Средней Азии прежде всего, мы от них просто отказались. И второе, что мы сделали, мы освободились от идеологического балласта, мы перестали заниматься ерундой типа поддержки коммунистических режимов в африканских странах или подпитывания ГДР, потому что оно абсолютно нам перестало быть нужным уже где-то там в годах 70-х, а деньги туда вливались и огромные. Вот это мы сделали, да. Считать ли это проигрышем? Не знаю, когда зюдаист падает, чтобы провести там подножку, например, в падении, можно ли считать, что он упал? Нет, нельзя. То есть это был такой прием, без которого мы были бы сметены вообще, а так нам удалось хотя бы целостность России сохранить и сохранить ядерный потенциал, и наш статус, на самом деле, мы практически не утратили, потому что за нами сохранилось и место в совбезе ООН, и положение на международной арене. Конечно, мы понесли существенные потери в холодной войне, но почему мы понесли? Не потому что американцы такие коварные или умные, а потому что у нас руки были связаны вот этими вот всеми мифическими представлениями о коммунизме, о светлом будущем и прочее. Сейчас мы от этого освободили, сейчас мы ведемся абсолютно прагматично и даже где-то беспринципно, и мы дадим фору даже Соединенным Штатам в нашей способности действовать в отрыве от стереотипов, в отрыве от каких-то идеологем. Мы стали мастерами асимметричных ответов, новых типов войн, добились в этом очень больших успехов, как и в более традиционных формах ведения войны. Вот простой пример, тамагапки, это способность Соединенных Штатов ударить куда-то далеко, из точки, нанести очень точный удар, очень точный удар. Все думают, что это могут делать только Соединенные Штаты, но уже год назад стало понятно, что мы это тоже умеем делать, еще неизвестно, кто это делает лучше, точнее и с большим эффектом. Поэтому, конечно, вот это пораженчество, вот эти заявления о том, что вот у нас там приоритет якобы международного права, кстати, его недавно отменили, теперь для нас оно не является приоритетом, что мы там кому-то выплачем. И самое главное, вот этот бред про то, что мы храним деньги в облигациях США и поэтому являемся колонией, вы меня простите, пожалуйста, но когда вы, вот скажите, те же люди, которые говорят про то, что там Америка нами управляет, они все верят в жидомасонский заговор, как правило. Они говорят, вот евреи, они ростовщики, они закабаляют целые народы, вы меня простите, а что такое облигация? Что значит, мы купили облигацию? Это значит, что мы одолжили деньги, то есть мы взяли в кабалу Соединенные Штаты. Поэтому, конечно, это очень смешно считать, что если там мы избираем наиболее эффективные финансовые инструменты для того, чтобы сохранить наш там Стабфонд, и наш фонд национально благосостояние, что мы избираем там инструменты, которые расположены в Соединенных Штатах, что мы из-за этого колония, это значит просто не понимать вообще современной экономики того, как она работает. С тем же успехом можно говорить о том, что любой, кто пользуется айфоном, американский шпион. Да ничего подобного. Просто айфон это эффективный инструмент. Американские облигации, на сегодняшний момент, это эффективный инструмент. Мы имеем полное право их использовать. А вот если бы мы себя вели, как вот эти дурачки из политбюро и говорили, что это капиталистическое, буржуазное, мы не имеем права к этому иметь никакого отношения, вот тогда мы бы точно проиграли. А так у нас для свободы маневра. Мы можем купить Apple, можем купить Samsung, можем вложить деньги в американские облигации, а можем выстрелить нашими там ракетами из Каспийского моря по Сибири. То есть сейчас, я считаю, Россия находится на таком этапе, который нельзя считать апогеем могущества, но это, скажем так, мы нажали на кнопочку и зашли в лифт. А вот куда мы доедем, на самый верх или где-то остановимся, вот это, конечно, сказать сложно.